Здорово, стратегические жевжики, поиграем дуэльку в пятую циву, перестрелка, контактная карта. Что тут без великой стены, без библиотеки, нельзя голосовать в конгрессе и посмотрим, что мне тут рандомом выпадут. Ирокезы, но если будет много деревьев, то в принципе неплохо, давайте глянем, что у соперника. Ирокезы, Франция, ну, наверное, ирокезы-то получше будут. Так, чтобы вообще вспомнить, что они там... Ну, я помню, что деревья как дороги работают, то есть их лучше не вырубать, вот в чём проблема. То есть здесь проблема, потому что нельзя деревья вырубать. Вы знаете, может мне прям на этот холм встать лучше? Мне кажется, тут, конечно, тундра будет, но мне кажется, всё-таки на этом холме, тем больше, скорее всего, мы будем в волю играть. Нет, вперёд, пойдём. Сразу скауты. А, я сразу от еды ушёл, но это я молодец, конечно. Чёрт, сейчас мы будем медленно расти. Вот, кстати, я немножко тупанул. Так-то, в принципе, еда есть вокруг, но вот именно на том месте, где я встал, получается, вначале её практически нету. Блин. Так, ну дерево, в принципе, есть. Дайте я гляну всё-таки, что там ирокезы умеют. Значит, на дружественной территории, как по дорогам, лес и джунгли, также оно используется при открытии колеса, как дорога. И караваны по ним бегают. Ну, понятно. А уникальный юнит? Тоже бонус в лесах и джунглях. И он не требует железа, кстати. Так, Иерусалим вижу. Вижу Кайлас. Ну, мне к Иерусалиму надо, видимо, за пантеоном. Так. Я ещё пока не могу купить клетку. Чёрт. Ага, кто-то изерцо. Я, наверное, Иерусалим этим скаутом открою. Давайте, наверное, вот так прыгну. Потом обратно, скорее всего, пойду. Так, ну, сейчас я куплю клетку, наконец-то. И начнём расти хоть потихоньку. Потом надо будет оленей выкупить. Деньги давай. Отлично. Спасибо. Заказ мой принят был. Блин, тут как-то проход маленький. Видите, тут проход буквально... Так, вот это надо будет собрать. Блин, варвары, конечно, не в тему. Придётся дольше идти к Иерусалиму. В первую очередь я эту соберу, потому что она ближе к сопернику, значит, он может её раньше меня собрать. Сначала встречу Иерусалим, а потом соберу руинку. Ух ты, две лошадки. Каких красивых. Ну, ладно, давайте пока... Сейчас вырастет, я куплю потом. Потому что на самом деле эти клетки 2.1. Кстати, не знаю, почему вот лошади появляются, показывают, как будто две еды, только когда их присоединяешь, они в производство добавляют. Так, Иерусалим встретил первым. Пантеон мой. Блин, может в волю тут поиграть? Какой-то проход не особо... Блин, тут снизу будут постоянно варвары появляться и гадить мне всё. Так, а где там этот уникальный? Здесь. Так, блин, а нафига я открываю? У меня аж майнинг сто процентов надо. Так, какой пантеон возьмём? Можно на медь. Ну, точнее, не можно, а нужно. То есть на мете железо. О! Культуру дали. Ну, вот надо решать. Ну, вот надо решать. Или что играть теперь? воля или традиция я бы волю попробовал конечно проход тяжеловатый возможно соперник как раз в традицию пойдет так сваливаем иначе тут наваляют нам этим тоже обратно пойду его территорию надо этим скаутом попробовать найти скаут это строил да у него но у него возможно кто-то в лучника апнулся вот кстати кстати да да пойдем здесь я сюда пойду он станет сюда лучником и обстреляет меня так раз два три надо где-то наверное вот сюда ставить к мрамору или лучше раз два три сюда сначала сторону соперника но он быстрее растет потому что я тут так город поставил дебильника в начале где-то второе чудо тоже у него о копье приятненько можно попробовать дань собрать скаутом туда поскочу возможно там еще одна ггшка где-нибудь здесь или чудо в том случае надо открыть посмотреть а нет у меня атакует варвары атакуют ладно возвращаемся домой единственное жалко что мы территорию соперника не нашли вообще так вы же тебя болото я не могу пока осушать да блин а что мне обрабатывать наверно тут придется тупо ферму точно вот и чудо второе ну такое себе честно говоря вот это хорошо сюда зашел мы его попробуем убить минус лучник а блин ггшка как я и думал ладно ну тут влазят города сюда где-то встанет и сюда еще встанет по идее так ну чё там через что он играет пока непонятно так пойдем лошадей обрабатывать и и Не буду спешить к Кайласу, он явно ближе к нему, чем ко мне. Скаута тут нам не должны убить. Светилище нам не нужно, я думаю, пока. Ну и сеттлера через два хода строить. Блин. Ладно, давайте, наверное, воина. Проатакуют скаута, но должны... Город его проатакуют. А, нет. Не убился. Ладно, пошли тогда дальше. Здесь, думаю... Или пошли в пирамиды сразу. Надо пирамиды попробовать угнать. Надо смотреть, что... Пока еще... Ну, раз так долго, мне кажется, все-таки тоже воля. Просто он не нашел руинку с культурой. Так, пожалуй, сюда. Ну, вот игра предлагает здесь, типа, сразу чтобы... Так, а давайте подумаем. Если я сюда ставлю, то тут же нигде не влазит, да? Не, вот сюда влазит. Если сюда влазит, то тут где-то вот сюда придется ставить. Ну, и, наверное, я сюда все-таки первую поставлю. О! Пойдем-ка с этим разбираться воином. Ну, я все время стоял на... Фокус по умолчанию. Ты, сука, я производство потерял. Вот четвертая... Да, четвертая ГГшка. Так, господи, все еще не принимает. Ну, я думаю, что все-таки это воля. Других у меня предположений нет. Ну, я думаю, что все-таки теперь заходят. Спасибо. Да, такое вот. Спасибо. Это было понятно. Так, что все-таки вот, скажу, в комментариях и по-моему... встретил тюрих но у него не буду рабочего красть далековато вести а вон границы француза блин что-то непонятное он вообще не принимну то есть он какие-то первые эти открыл он по явно две каких-то социальных политики открывает потому что я уже третью как бы в воле считайте взял что-то он интересно как-то забываешь у меня леса это дороги так ну тут он явно сможет меня так у него два города правильно я понимаю то есть он уже строил второй город но при этом никуда не вышел по социальным политикам это какой-то прикол андоте тут постою пока полечусь что боюсь туда идти чтобы не убила наверно давайте с лагерем разберемся непонятно что он там делает так наверно пирамиды построю сюда сначала причем вот эти города у меня будут уже сразу связаны а для этого протоколе колесо надо придавать колесо откроем красители он тут придется вырубить лес и городами перестанут быть связанными кстати мол он у тюриха захватил рабочего ну давай как ты сейчас пройдешь с ним просто вот интересно да короче тут не будут города связаны пошли сейчас вырублю лес и связь уйдет чем будешь там стоять ну давай надеюсь тебя еще сказал этот варвар проатакует нет не проатаковал здесь у него лечилки нету если нету то мы должны убить его следующим ходом или нет непонятно ну что с тюрихом отношено там навсегда практически испорчены варвара тюрих должен убить слушайте так я кайласу смогу поставить проход к нему хреновый какого-то подводит я не понимаю через что он играет в итоге воля он с волей что-то мне такое ощущение что он честь взял то есть у нее была воля потом че или сразу честь потом только воля но тут не так много варваров катя думаю может мне тоже дальше в честь идти любимый зритель если тебе нравится видео то поставь пожалуйста лайк и оставь комментарий кроме того где то либо здесь либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети ну а если ты все еще не подписался на мой канал то конечно же подпишись можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков патрициев а некоторые видео раньше чем для других зрителей кроме того появилась функция супер спасибо где-то под видео это как донат только не во время стрима а только этому видео всем спасибо за поддержку когда у нас а колесо открыто давайте вот эту колясочку лучше эти подкрадывается а по так это чувак а у него защищен блин вот это господи он все-таки кайлас уведет у меня тут минус скаут сидим ждем чтобы он дуболомом убил мне скаута я захватил рабочего вот так тебе лично я считаю что это стоило того потеря скаута за дружбу с тюрихом он хоть и не замирился с тюрихом дуболом его протока я бы наверно сначала граждан гражданство или брать не давайте честь возьмем так давайте я вот тут дорогу сделаю ахтикать еще не будет считаться дорога ведь вот это не на моей территории ладно тогда пока медь обработаем значит а зачем я железо открываю давайте лучше охоту пока не вижу причин открывать железо тонкой лас уведет несомненно хорошее место ну может и себя постарался то тоже мог бы мне кажется лучше ну ладно посмотрим что за религию надо будет побороться он но он даже нерапонтеон возьмет на плюс 4 то есть будет плюс 10 вход довольно быстро я пока только вот с этой меди получаю стою в защите а я такую не должны убить а нет он то есть он надеется третьим радиусом взять ну это довольно самонадеянно я думаю он там у тюриха но он вот столько воин тюриху объявляет и он соответственно с другими грешками портит отношения чем тут самое классное это именно тюрих девять культуры но это за из-за взятия чести как вы понимаете так пирамиды построены будут так подождите а мне раз-два у меня только вот сюда влазит получается ну надо будет туда везти или попробовать сеттлера все-таки к кайласу этим болото мешают в проходе так еще этот блин подкрался вот как вот варвары в курсе куда идти просто поразительно каждый раз удивляет так один ход сейчас он будет мне тут все грабить этот лагерь сами они расфигачили и и и и и и и и и минус еще лошади и я не успел построить лошадей но это охренеть конечно бля он тут мне все сейчас расхреначит просто все ну это какой-то прикол блин как то вообще дебильно с этим лучником это разграбит потом пойдет это еще раз грабит не не ну развитиями вообще пока без шанса я сейчас хочу попробовать все таки поставить кайласу вот этот просто вот идет и по очереди все грабит и лечится за счет этого блин наверно этим идти на помощь и как мне еще поселенцы вести непонятно так в ананданге наверно после посела надо этот мавзолей про мартимиды ну неплохое чудо но у меня я считаю что пирамиды и геликарнас круче о это иерусалим хотел отлично блин так дебильно расположена что я не могу скаутом стоять и смотреть все пошли наверно в уникалы сейчас это еще разграбит мне да офигительно он конечно зашел хорошо что этого лагеря больше нету чисто контролировать проходы тут останусь железо надо будет обрабатывать так тут самое дебильное же меня одного хода не хватило до коляски он мне все разграбил я бы вот прям сюда ставил где у меня скаут стоит город не знаю он так уверенно ли он поставил уверенно в том что он выкупит эту клетку что у него с деньгами вообще ну по 55 но этого все равно не хватит выкупить так дай-ка мы его убьем наконец а этим давайте починим давайте все таки гражданство сначала мы мышь не воюем чтобы уже этого брать генерала но гражданство позволит быстрее все обработать получается а и а и а и гранд ривер вино хочет как раз присоединим так он в классическую эпоху вышел и это а это просто он все открыл зачем зачем он цилинг открывал может этом море да нет озера вроде так ну можно и библиотеки немножко построить самую капельку доделаем коляску так мы выкупим эту клетку можно будет здесь дорогу здесь дорогу точнее вот здесь то путь соединена и в гранд ривере наверное вот тут так а вот же еще лагерь и Так, тут дорога, чиним. Наверное надо купить эту клетку. 40. Значит это одинаково стоит, да? А, блин, тут не будет тогда дороги. Ну, железо... А надо ли нам железо обрабатывать? Подождите. Уникальный юнит у нас железо не требует. Ну так может и фиг с ним тогда. Не хочу лес там убирать. Ой, что это я тут? Туда-сюда бегаю. Что-то ему лучники вообще не нужны. Он как-то с ними... Хочу сначала религию тут. В аквисасме. Ну, видите, уже соединены дорогами. И еще одну дорогу, наверное, вот здесь. Вот тут надо встать, чтобы у него вообще не появлялись юниты и спокойно его обстреливать. Так, в принципе можно этим скаутом бежать сюда и ему в тыл заходить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Блин, отвлекли меня тут звонком. Не знаю, тоже поведу туда. Так, вот тут мы еще не обработали. Все, нормально все. Так, ну демография говорит, что я намного более круч. Конечно, я, кстати, еще ни одного рабочего не крал. Может, у Белграда спереть тогда. Ну а смысл мне с Белградом союзится. Чего этот лагерь никто не хочет, чтобы я забрал? Так, значит, железо мы не обрабатываем. Тут, по идее, достаточно будет вот здесь дорогу, вот тут дорогу и вот тут соединить. Но для этого надо, чтобы эти клетки были на нашей территории. Блин, может, сначала было в деньги идти. Ну, хотя Геликарнас это более-менее исправит. Потому что я буду получать по 100 монет. Во-первых, у меня Пророк появится, я его использую. Вот вам, ну не 167 или 100. Я уже забыл, что там отскалировано. Либо Вера... Тут у нас холм. Ом. Армию он пока решил не строить. Блин, тут реально уже начинает быть нечего обрабатывать рабочими. Ну, может, вот этот лес вырубить хотя бы... Блин, вообще жалко леса за ирокезов вырубать. Амбар. Так, сколько у меня один ход остался? Чуть-чуть мимо тайминга получилось. Ладно, давайте воина делать. Они ж потом апнутся. По идее, оно должно как раз в эти в магавки... То есть, воины не достроятся, они магавками начнут строиться. Всё нормально. О, господи, чё так, чё так эти воровские... Эти появляются так дебильно для меня, постоянно. Ё-моё. Так, слушайте, минут могут убить, вообще-то... В коляску. И этот ещё сейчас варвар. Там, правда, будет сначала ходить Тюрих. Возможно, он его ваншотнет. Он на балыть должен ваншотнуть вообще. Так, Иерусалим объявил войну ему. И серебро мы получили. Это здорово, кстати. Блин, ну вот и чё обрабатывать. Мне, короче, нужны лесопилки. Лес как раз обрабатывать. Мне кажется, вот этот можно вырубить. Хотя, с другой стороны, а производство тогда где в этом городе брать? Ладно, пока стоим. Вот должны сейчас следующим ходом вот тут не войны построиться, а в магавке переключиться. Нифига. Шо, они реально не переключаются? Чёрт, ну и где мне... Так. Деньги брать на... Ну ладно, сейчас мы же выйдем. Пророка возьмём. Уже должен давным-давно быть. Ну и вот деньги, например. Так, сколько он стоит? 55. Вообще, наверное, мы сюда пойдём. С этим лагерем разбираться. Я подожду лесопилок всё-таки. Да, чё-то мимо денег я. Ну, демография вообще тотально пока в мою пользу. Всё. Тут, кстати, ферму сделаем. И вон там железо можно обработать. Засоюзил Белград. О, блин. Жалко. Тут практически уже у него забирали город. О, кстати, это в тему, но он, походу, я думаю, что варвар сюда встанет. Блин, где апостол? Пророк. Где? Можно, кстати, уже не набивать здесь. Вот это я забыл. Потому что всё равно всё полностью уберётся, когда пророк пойдёт. Ну, наконец-то. Да, видите, как я и говорил, сюда. Ну, варвары в пятой циве, конечно, умнее. 100 за каждый город. И пагоды. А, всё-таки 100 конкретно за Геликарнас и 67 дают за обращение. Видите, 171. Нормально. Может, махавку лучше? В этом городе ли... Ладно, амбар. Немного ли махавков у меня вообще-то будет? Может, пока достаточно столько? Давайте караван я отправлю в Банзу-Конго. Ой-ой-ой. Может быть больно. А, давайте. Может быть, это какая-то махавка. 1 валим белград надолго ну 9 ходов может тут постоять просто пока так на миссионера мы оставляем религию так а здесь вырастет сторону послушайте я плюс 9 имею даже без кайласа 4 от юрисалима я так понимаю да и 5 от пантеона нормально так махавка ну что статую зевса или цирк или библиотеку блин все такое вкусное ну статуя все начнем мы я не знаю когда я пойду атаковать стон хами даже стон хэнж больше нравится мстату и зевса на другой стороны цирк нужен для развития давайте без библиотеки начну что библиотека это не только наука но и деньги на самом деле что когда деньги в минус приходят дальше начинает наука отниматься разобрались с этим лагерем окей тут постою так вот этого рабочего я наверное сюда не пока веса смы он мне уже не нужен никак это лучника увел отсюда по атакую тогда немножко а вот мне еще чувачок апнуть эти меня явно больше армия я бы мог может стюриха дань взять сходить блин это конечно тут прикол с метка луком я наверное даже нет все таки на пересеченную место что эти юниты должны в лесу будут стоять окно теперь пора и генерала взять вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, и честь мне, кстати, варварские лагеря показывать, то есть если где-то тут будут появляться, я буду сразу их видеть, несмотря на то, что... Не сорян, туман войны... По деньгам он впереди, но я думаю, что он караван отправил... Сейчас тоже в Мбанзу Конга отправлю... Вопрос... Банзу Конга эти минус 4, потому что серебро ушло от... Из Ананданги... Серебро ушло из... От Иерусалима... Ну, Колизеи, потому что... Есть проблемка... Иерусалима... Он не принял еще честь вторую... Блин, или мне тут стоило оставить одного... О, все, минус пошел... Ну, я сейчас миссионера должен купить... Вернется... Вернутся деньги... Ну, здесь я все-таки вырублю джунгли... Мне вот тут... Конкретно... Конечно, можно было только здесь дорогу сделать... Но тут надо... Хотя, надо ли мне вот прямо сейчас... Производство в Квисас? Мне кажется, нет... Давайте вообще мы даже вот так сделаем... О, минус 7... Так... Цирк... Я все еще надеюсь, тут город поставить когда-нибудь... Оракул... Интересно, то есть он в философию вышел... Там нацколледж, что ли, сделал... В Квисасу... Этот уникой гостропадינה tastes недосредо... но я по производству тут должен вообще всего на 2 опережаю ясно чет не вообще вот ворожский лагерь главное в деньги выйти у него кстати он тоже сейчас минус по науке имеет к суд него каша ошибка с леоном и кайласом что он не забрал не знаю по какой причине мне кашу это кучу что он подумал что он выкупит его конец в третьем радиусе но но это такое это ты хорошо конечно сделал наверно минус тебе мечника обстреливай меня городом я не против блин маговкин в лесу когда стоят это просто мрак для соперника их же там невозможно выкурить а я вам стоят и курят просто чилят как это ваша молодежь в этих ваших интернетах говорит о а давайте тут никто не появится я белграду рабочего подарю его же чем у меня тут так генерал отлично стоит так давайте думать я убиваю дуболома лучником этот стоит он будет атаковать явно моего маговка тут мы попробуем убить надо будет отходить все таки как-то маговка он вполне вот все таки может завалить этими юнитами вот так сделаем дальше поменяю местами но следующим ходом поменяя местами еще уже генерал набился так но это возможно крепость так комиссионер 130 что ли стоит да хотелось бы уже побыстрее разнести веру это плюс 150 денег ну это кайф конечно какой-то какой-то чит бесплатный рабочий еще и денег далее вот мне главное деньги открыть и я буду так счастлив на тут отступлю наверное сюда и тут поменяюсь местами не знаю может ли дуболом убить мне коляску наверно может я бы с лучником тоже поменялся местами и 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 него он тут уже много армии потерял конечно да я хотел еще попробовать дань с кого-нибудь взять например стюриха у него до сих пор у генерала нету еще и несчастье у него больше чем у меня у него три несчастья у меня два а городов у него три или 4 4 4 5 2 ну примерно как у меня по размеру ну конечно вот эти клетки выкупить влага не как дороги будут работать но денег на это нету я деньги буду на другое тратить она отступим мы не так вот скаутом стоял здесь просто чтобы на тот случай если он сюда пойдет так и не задание вменяемые есть нету эти не вижу что обрабатывать но не на ферму тут возможно реально нечего обрабатывать прикольно будет вот сюда крепость поставить он наверно потом только на лошадях сможет так лучником обстрелял что только лучником есть рынок не знаю философия мне кажется он зря открывал мачу пик чё вообще могут построить гене новок веса смысле только инженерное дело чтобы через дороги бегать через реки тоже мне кажется бессмысленно тогда в длинный дом пошли пошла денежка на все таки у него есть генерал ну не знаю ставить не ставить эти что в любом случае я бы вот так подвинул просто чтобы было и он может коинте сюда поставить для от есть вот эту территорию я сразу в ответ поставлю катапульту дали очень нужная вещь и 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 ну ты чё обрабатывать я пообщу вот эту вот эта клетка все никак не присоединится 5 ходов по демографии уже и выровнялись даже вроде как ну чё я к начну пагоды покупать честь не берет ему еще один генерал не особо нужен я так понимаю так давайте размышлять если я сюда ставлю крепость он ставить на лошадей и мне тогда надо сюда ставить блин а еще знаете что жалко лес убирать я же крепостью уберу лес и скорее надо вот эти клетки выкупать и куда-то туда пролазить может туда лучше скаутом сбегать вот с этой стороны попробовать пролезть такая тяжелая местность да опять варварский лагерь фак еще не прятаешь он рядом с моим караваном черт ну мне надо какой-то юнит туда отправлять пять ходов пять ходов ну давайте наверное вот этих магавки это все-таки магавки все-таки он статую зевса построил очень буду очень интересно будет среди как он аквисасме будет брать так сколько ходов 3 а а а а а и а а а так рост 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 вообще можно уже и поселенца наверное сделать и все-таки сюда его поставить ну в ананданге наверно после рынка эти когда утренки построим должно вообще в плюс выйти дальше наверно военную традицию приму но это вот маговки здесь будут стоять очень долго а если еще эту клетку выкуплю чтобы они лечились там блин ну тут конечно прокачка давайте на открытую позицию ну деньги берет было 15 стало 30 тут не пойму андайте наверное хочется выкупить эту клетку вообще она когда-нибудь должна же сама тоже выкупится у него болото ему тяжело подойти реально уже все клетки обработал так давайте смотреть это тут следующим ходом присоединили осенинка 15 а что вот она недавно что-то присоединил на этот лес гранд ривер один ход либо это либо это я это не смогу обрабатывать ну все я не знаю что там уже делать блин вот эту бы клетку присоединить и тут дорогу тупо сделать и все у нас будет и аквисас мы тоже присоединено слишком дорого ну-ка типа демографии все не так плохо для него выглядит честно говоря у него там явно места просто лучше так как я искал в ананданге я буду посела делать четыре города для воли так себе появился лагерь поехали разбираться что и с конями блин так вот только я успел слава богу ну так пролезем я надеюсь там может не будет гор так надо бы вернуться да тупо нечего может все таки обработать железо и дорогу чтоб тут было начало точнее тут дорогу сделать да это минус деньги я понимаю но нам нельзя терять связь со столицей не буду пока в магов к апать этого чувака деньги нужны я вот привел сюда рабочих а что тут ими обрабатывать я хрен знает и и и и и и и и есть проход но ты говорил построю маркет у меня минус уйдет сейчас вот еще здесь дострою рынок так новые какие-то не друзья больше этом попросить дан с бандзе конга белград с юрусалима бандзе конга хочет как раз вот так я скоро стану союзником бандзе конга и получу и опять серебро петру могу здесь ну кстати кстати окей не знаю что обрабатывать кстати будут следующим ходом меня атаковать скорее всего мою колясочку больно причем а а уже этим черт фак а кем он убил коляской так но думаю что можно этого в мага вкапнуть и тогда раз у меня в плюс вышло все что он конечно чтобы быстрее пагоды покупались ну вообще на чуть-чуть на 4 очка на 3 очка вот по деньгам сейчас нормально это за счет рынков а он в рынке явно еще не вышел 108 120 да он не вы он вышел в обработку железа чтобы мечников строить но не вышел в деньги но наука у него пока есть пока стоим рабочими не вообще не знаю надо возвращаться сейчас вот там поставлю город а а но и и и и и и и Первая пагода куплена, зашибись. Подкрадываемся, скаут крутится. Подкрадываемся, скаут крутится. Хватит ли мне силы убить этого меткалука? Опять же, как-то он самоуверенно сюда встал, мне кажется. Да, хватило. Надо отойти. Блин, она получала военную традицию принять, а потом атаковать. Ну ладно. Давайте, может, караван сделаем. Так, и куча счастья получена. Я не буду покапать. Куча счастливы. кучу мечников он настроил поменяю местами двадцать две монетки убить он не должен меня я вот не понимаю откуда он деньги берет постоянно вот это у меня вопрос вопросов количество юнитов ну примерно как у меня вход у него минус но у нее какой-то плюс все равно висит черт я тут не мог блин а как я так посчитал ну вот здесь надо ставить да тогда уж поделать офигительно посчитал с рабочими делать как стоят бездельники еще вот здесь надо будет город поставить ой а чуть я тут про скаута забыл так ну там видимо скаут у меня и найдут ой заодно и париж открыл почему стал сюда потому что тут плюс 33 процента у меня на лесе от просто на холме ничего минус скаут к сожалению ну зато все открыл что хотел так и ну и и Хм. Что-то больно тут. Ладно, отойду. Ну, тут он не может стрелять. Он может, по-моему, копью стрелять. Ну, вот он взял честь с этим генералом. Ух ты, терракотку еще построил. Прям. Комбо. А я тут в развитии сижу, играю, да? А я тут в развитии сижу. ну не знаю сидим терпим все еще не представляю как он может я бы знаете что купил все-таки эту клетку так я просто лечился бы лучше ну и дорога это было бы просто бы менял местами и все впереди ну как бы по демографии все равно у меня лучше все лучше 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 тем более он еще много юнитов потерял раз я построю длинные дома у меня плюс отправлю караваны еще еще плюс по деньгам вот единственное что мачу-пикчу только в аквисас мы можно строить это у меня не самый производственный город то есть мачу-пикчу возможно он построит я не вижу у парижа есть ли гора ну вот орлеан нормально выглядит но в перспективе конечно у меня больше производства и вообще так что длинный дом просто стоим чилим опять же нечего обрабатывать так через два хода он вырастет ладно подрядом есть магавк сходим серьезно ты решил вперед тут пойти интересно минус 14 ну у него науки практически нету эти глянем он на одну теху отстает но он явно сюда не ходил а он инженерное дело открыл он все-таки хочет сюда пойти но не открыл деньги философию только открыл но я философию не открыл что я не могу нац колледж строить а храмы мне не нужны я храмы ну считайте еще пагода у меня вместо храмов пока что вырубать ему надо вот этого вырубать чтобы меня атаковать вменяемо но только этого можно атаковать а это очень хорошо стоит я не знаю как вот я вот честно говоря если бы у меня была задача взять аквессасмы я вообще без понятия ведь еще и в религию обращаются города денежку мне дают ну я думаю что можно быть в метка луки тогда серьезно ты вот так в себя поверил так ну тут видимо придется отходить мне надо как-то вот эту еще территорию держать все что может цюрих отправить может а может разграбить ладно но пока туда добежит я может что-нибудь придумаю надо выполнять это задание ну то есть за союзить тюрих это очень круто будет и по счастью и по атаке на него может было вылечиться лучше господи сколько он армии понять ну ладно там с этой старокотки но все равно тут не выглядит так что у него намного больше блин фига то мне легион дали блин вот это жалко ну он прям в атаку в атаку пошел я бы здесь все равно стоял он может только рукопашными атаковать так тюрих деньги дать 10 счастья заявная пока тут стоял просто ждал пока присоединятся кинти клетки чтобы их обрабатывать так вот этих двух мечников мы должны убить может я в арбалеты лучше ну пикинеры тоже неплохо на самом деле парк вот это немножко мисклик так что там еще баффало крик ага так ну деньги есть производство есть махавк композит где у нас пагоды уже куплены столица осенинка и все так Этого надо туда перебрасывать. А вот этого я уже... Так, кого-то мне атаковали. Так, у меня уже три... Этих... Генерала. Может, пора? Сейчас тут появится лошадь и убьет мне генерала. Прикиньте, будет... Смешно. Да так, что я буду плакать. Мне вообще надо бы города на рост переключать. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА да минус минус караван все-таки но он просто пройдет через него следующих он тут никак невозможно это мне 250 денег надо у у нас тут кто-то тупанул в данном случае наконец-то не я а и 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 точно. Я, по-моему, только одного Магавка потерял. Он юнитов намного больше, юниты намного больше теряет. Видимо, таракотовая... Построив таракотовую армию, он в себя поверил. И решил, что теперь так, ну... Вот почему Ананданга присоединила клетку с пустыней, а не клетку с деревом? Пятерки вообще более адекватно города присоединяют клетки. Сейчас я вам скажу. Но вот эта клетка, она сейчас ничего не дает. Просто ноль. Это хотя бы один-один дает. Почему присоединилась клетка с пустыней? Сие науке в очередной раз неизвестно. Он встал на караван, но он сейчас не разграбит. Караван дальше пойдет. Вот в чем прикол. Надо было тут стоять дуболомом, и все. Видимо, человек все-таки не очень понимает, как... Я оставлю тут пока рабочего. Нет. Нет. А то придется слишком много разговаривать. Да, давайте против укрепленных юнитов. Монумент. Да, Stoneworks можно. Счастье добавит. Кстати, Аван... Аван, Ангенет, мы на этой находимся. На равнине. Мне кажется, вот длинный дом тут всего две клетки обработано. Более 16. А давайте лучше библиотеку. Он очень странно, конечно, распыляет свои силы постоянно. Для того, чтобы в одном месте где-то ударить. Он то туда сунется, то сюда сунется. Блин, три генерала. Я... По-хорошему, он должен первую начать ставить крепость, потому что он нападает. Это я обороняюсь. Золотой век начался. Упс, так, тут придется... Так, сделать... Так, и мне... Чуть-чуть оставить. Мне 250 денег надо... тюреху сучить. Банза Конго может скоро обратиться и даст мне деньги. Петра есть. У Петра есть длинный дом. Так. Это надо, наверное, из столицы в Юрусалим отправить. Я лидер по культуре, это точно. Упс, так, иди сюда. Вот эту клетку добавила Баффало Крик. Ну, опять у меня уже больше армия, несмотря ни на что. Ну, вот и уже начиная, видите, производство за счет длинных домов начинает... А, еще Золотой век начался. Так, ну вот это, мне кажется, переломный момент. Сейчас я точно уже начинаю соперника переигрывать. 100%. Причем, я думаю, что для него все-таки сломал мне торговый путь здесь. Ну, ну и ладно. Ну, и не очень-то и надо было. Отступает тут. Конем проатаковал мою катапульту. Ты что? Его? Хорошо. Немного. Я тебя! Продолжение следует... Тут, по-моему, где-то мечник был, или я его убил. У него хоть деньги появились за счет разграбли. Минус 19 у него, вау. Продолжение следует... Да, вот он. Так. Ловим тебя. Ловим наркомана. Пагода в Гранд-Ривере куплена. Ну, не знаю, давайте еще одного композита. Дальше идем в арбалеты и в Ананданге чеченицу построим. Так, я думаю, что уже пора в саму столицу на еду отправлять. Кстати, из Гранд-Ривера. Надо было из Осининки, а в Гранд-Ривере вон караван появится, его тоже. Так, и денежки в Тюрих. Наслаждайся, чувак. По идее, минус. Ну, ГГ, да. Вот это было последней каплей, видимо. Ну, я считаю, что его ошибкой самой большой было просто не поставить город под Кайлас. И вот этот Аквесасме он уже взять не мог. То есть он, наверное, все правильно делал, там армии какие-то делал. Но такая территория с моими магавками, это просто не беручно. Просто я ставлю магавк и ничего не делаю. Он обстреливает, 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 прокачивает мне его. Давайте посмотрим, что у него за территория была. Так, куча всего у него происходит. Ну, я не знаю, насколько у него тут с лесами было. Наверное, что-то вырублено из того, что тут есть. А он вообще пантеон какой-нибудь взял? А он даже пантеон никакой не взял. А ему надо было на лагеря брать? Раз, два, три, четыре. Хотя... На плантации... Ну, то есть пантеон-то надо было взять. Он строит катапульты зачем-то. И, конечно, самое главное ГГшка это Тюрих, а не Белград. То есть ему, несомненно, надо было Тюрих пытаться. А он несколько раз у него рабочего украл. Вот здесь я его поймал с рабочими. Ну, я бы не сказал, что у него хуже или лучше, чем у меня место. Я бы сказал, что место ровное. Тут ему просто Леон надо было конкретно... Вот этот Кайлас ближе к нему, чем ко мне. Ему надо было... Вот ставил бы он, например, вот сюда. Вот сюда. И уже этот город, его не берется. Тут-то у него влез бы еще четвертый город какой-нибудь. И за счет этого... То есть он должен был Кайласу ставить, брать пантеон, видимо, на плюс четыре от чудес. И у него бы раньше была религия. И этот уже говорит, это мне надо было бы на него нападать, на этот город. И у него бы лучше. Вот я считаю, вот это самое главное стратегическое место и самое важное место, где он, собственно, проиграл игру. Во всем остальном он действовал, по-моему, нормально. Куча армии была. Ну, там терракотка, понятно. Ну, потрачено производство зачем-то на статую Зевса, хотя он даже ни разу к городу не смог приблизиться, в принципе. Кажется, без шансов здесь. И вначале он принимал, он начал... А, смотрите, куда он в честь пошел. Он еще и не то в чести брал. Я понимаю, что тут нужно было брать генерала. А я боялся генералов, я думал, что у него второй генерал тоже есть. Он еще и бесплатный... Ой, он еще и коллективное правление. Ой, как он интересно играл. Представляете, как он потерял производство на создании поселенцев без плюс 50 и без бесплатного поселенца? То есть у меня бесплатный поселенец и плюс 50% к их созданию, у него этого нету. И нету производства, соответственно. Дальше. Здесь вот это намного более круче, потому что быстрее генералы набиваются и юниты рукопашные, тем более, что у меня как раз на магавке, да, работают. А здесь больше 50% опыта, соответственно, и прокачиваются быстрее, лечиться можно быстрее. Вот здесь счастье от каждого гарнизона вообще бесполезно в нашей игре сейчас. Плюс 15% к силе, да, но он же меня атакует, а не я его атакую. Вот эта ветка вторая больше защитная. Да, вот это тоже ошибки. Короче, он еще и по социальным политикам неправильно шел. Ну, в общем, вот такая игра получилась. Спасибо, что смотрели. Тоже, по-моему, показательная такая во многом, чтобы понять, как не стоит действовать в игре. На этом все. Играйте в умные игры и слава Украине! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.